ZX Spectrum. Сегодня я не должен был читать доклад, так что я совершенно не готовился и забыл вообще ассемблер и что такое программирование. Но тем не менее, я надеюсь, вы вынесете отсюда какую-то возможность, так сказать, делать демки под эту замечательную платформу. Что такое вообще Spectrum и, в принципе, Spectrum в России? Для нас Spectrum это, в общем-то, Пентагон 128, имеет процессор Z80 на частоте 3,5 МГц, он 8-битный, памяти всего 128 килобайтов, ROM есть, ну там плюс-минус. В качестве операционной системы используется у нас это TRDOS, хотя операционной прям системой назвать это сложно на самом деле. В качестве музыкального сопроцессора вы только что слышали выступление FatalSnipe, это AY, 3 канала, какие там еще возможности, ну, 3 канала, короче. Графика у ZX Spectrum это по горизонтали 256 пикселей на 192 пикселя по вертикали и всего лишь 15 цветов, не 16, это важно. У Spectrum есть два черных, так сказать, черный и еще один черный, и они оба просто черные. Z80 это 8-битный CISC процессор разработки 1976 года, имеет всего лишь 158 инструкций, на самом деле этот процессор был создан бывшими разработчиками, которые создавали Intel 8080, ну и советский клон, например, K580, это именно вот этот процессор. Они ушли из Intel'а и организовали ZIL-ок и создали свой собственный процессор, который имеет совместимость, в принципе, довольно большую с Intel'ом. Всего этот процессор адресует 64 килобайта памяти. И тут уже вопрос возникает, каким образом у Spectrum 128 килобайт, на самом деле. Я не знаю уровень людей, которые здесь собрались, поэтому, наверное, суперподробно не буду останавливаться прям на памяти, все это организовано у Spectrum. Вы можете потом эту презентацию, в принципе, загрузить, на GitHub'е все ссылки будут, если прям появится желание что-то делать. В чем прикол Spectrum'овского экрана? То есть на CC там тоже будет демка, скорее всего, одна, может и не одна, даже под Spectrum. Вообще, ограничение главное, так сказать, спектрума с точки зрения изображения графики. Это то, что экран, несмотря на то, что 256 пикселей на 192 и при этом 15 цветов, на самом деле больше ограничение то, что у экрана есть атрибуты. То есть весь экран поделен на ячейки 8 по 8 пикселей, в которых может изображаться только два цвета. То есть каждой ячейки только два цвета, и это супербольшое ограничение именно спектрума, который заставляет рисовать графику определенной, так сказать, стилистики. И, в принципе, все это выглядит именно вот со спектрумовски, так сказать. Да, надо как-то усилить звук, на самом деле. А ты можешь просто… Я не буду рассказывать про портов EF суперподробно, опять же, не знаю аудиторию, которая меня слушает. Ну, в общем и целом, это порт, с помощью которого можно менять цвет бордюра и считывать определенные вещи, например, с магнитофона, собственно, считывать какие-то данные. Тут вот я биты нарисовал, в общем-то. Вот по поводу краспамяти. То есть я говорил, что Z80 адресует 64 килобайта у спектрума 128 килобайтов. Ну, Пентагона, я про него. Как это организуется? На самом деле есть такая тема, что мы можем менять банки. То есть у нас с определенного, про определенный адрес, то есть одна четверть памяти, у нее можно менять подключенный текущий банк, ну, страницу, грубо говоря, в которой мы пишем и считываем. И записывая в соответствующий порт, мы можем переключать эти банки, то есть и таким образом у нас 128 килобайт выходит. Про Y, наверное, сейчас не буду говорить. Лучше хватало спросить, как он работает. Что я вообще предлагаю всем? В качестве эмулятора лучше использовать Unreal Spec. В общем-то он лучше всего эмулирует, конечно, Пентагон, то есть он что-то еще эмулирует, но это не так сильно важно. Эмулятор этот умеет отображать, в принципе, метки из исходных кодов. То есть файл UserL, если мы подключим и нажмем Ctrl-L, то, в принципе, можем отобразить какие-то метки. Давайте попробуем какой-нибудь экшон запустить, так сказать. Если что, спектрум программируется на ассемблере. То есть, ну, ассемблер – суперпростой язык, на самом деле. Сейчас попытаемся открыть какой-нибудь исходник. Он сначала, когда пытаетесь разобраться с ассемблером, кажется, мега-сложным. Я каждый раз, когда вспоминаю ассемблер, мне приходится страдать, я типа, ну, это нормально. Как бы, так, Z80. Да, да, он учится. Ну, я каждый раз начинаю когда-то делать что-то под спектрум. Ну, недели за две вспоминаю, так сказать, полностью. В качестве ассемблера будем использовать CGSM+, это кросс-эссемблер, Z80. То есть, непосредственно ассемблироваться это будет на PC. Те времена, когда на спектруме все делали и прошли. Тут некоторые я параметры указал. Так, как это на полный экран развернуть? Вы можете потом презентацию, опять же, скачать, посмотреть, потому что сейчас я не помню, что они делают. В качестве редактора будем использовать Nodepad++. Я на GitHub выложил подсветочку кастомную для команд Z80. То есть, будет все красиво выглядеть, в принципе. И рабочая среда будет, в принципе, себя представлять батник, набор утилит каких-то на Nodepad++ и Unreal для эмуляции спектрума. И билд будет проследить ровно в один клик. То есть, не надо будет страдать сильно. В общем-то, один батник, мы его запускаем и все билдится, собирается. И на выходе мы получаем TRD. Так, читать, это не читать. У спектрума есть такая, ну, у эмуляторов спектрума, точнее даже скажу, есть снафайлы, это снапшоты, так называемые. То есть, состояние спектрума полностью сохраненное просто в одном файле. Ну, состояние спектрума это не что-то огромное, 128 килобайт, как бы, это немного. И удобнее всего какие-то демки отлаживать и прочее, используя снафайлы. То есть, мы в эмулятор грузим снафайл и все уже просто работает. Здесь я написал команды, которые необходимо выполнить, так сказать, вот в своей среде, которую я выложил, чтобы собрать снафайл. Давайте пробуем его собрать. Это Hello World. Сейчас батник откроем, давайте посмотрим на него сначала, наверное. Что себе батник представляет? У нас здесь нейм, это имя непосредственно нашего релиза, так сказать. Это будет Hello. Дальше мы компилим с помощью cgasm+. То есть, вот ему ассемблерный файл передаем и пишем nofakes. Это полезно, чтобы ассемблер не пытался какие-то фейковые инструкции ассемблировать. То есть, у него есть такая фишка там неприятная, скажем так. Не надо это использовать. Дальше мы просто копируем из нашей папки проекта файл с метками в папку с эмулятором UnrealSpec. Он умеет только из текущей своей папки метки брать. Это для отладки удобно. И удаляем непосредственно в папке. Ну, а дальше просто запускаем непосредственно наш, так сказать, релиз. Давайте посмотрим ассемблерный файл. Тут, в общем-то, довольно такой небольшой, простой. Мы указываем ассемблер, что у нас спектрум 128. Ну, это пентагон, по сути. Дальше адрес, на который мы компилируем. То есть, любой код, он должен выполняться с какого-то определенного адреса и все такое. В принципе, вот этот адрес, это, ну, наверное, оптимальный в какой-то мере. То есть, если пытаться дальше, то мы налезем на переменные basic. И все такое. То есть, нормально с этого адреса, в принципе, начинать свой код. Дальше мы непосредственно, вот, начало нашего ассемблера. Мы запрещаем прерывание с помощью команды D. И прерывание – это такая штуковина, которая позволяет 50 раз в секунду, говоря, спектруму выполнить определенный код, находящийся по какому-то адресу. Демки и прочие игры, они синхронизируются на вот эту тему. Ну, то есть, ну, определенный таймер есть, да, то есть, раз, 50 раз в секунду происходит какое-то событие. Там может быть завязана какая-то игровая логика, если это игра, там, считывание клавиш. Если это демка, то, конечно же, мы просто начинаем новый фрейм, новый кадр отрисовывать, новый экран, именно там, синхронизируясь, так сказать, с прерываниями. Дальше мы должны установить дно стека обязательно. Вот, опять же, тут, так сказать, все подбирается в зависимости от того, что вы делаете. Но, в принципе, нормальные такие значения вполне подходят. Стек – это вообще, ну, если кто прям… Хотя, я думаю, все программисты более-менее понимают, что такое стек, по крайней мере, в качестве структуры данных, да, то есть, некая область памяти, в которую мы можем положить, 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 а потом извлечь в обратном, ну, в том же порядке, в котором положили. У Z80 есть стек именно для сохранения каких-то регистров и так далее, то есть, есть команды pushpop для этого. Дальше мы выводим как раз вот в этот замечательный порт FE значение 1, и это перекрашивает бордюр у спектрума в синий цвет. Нет, то есть, у спектрума есть экран, и вокруг экрана вот этого 256 на 192 пикселя есть бордюр, некая область, потому что, ну, ее делали на старых компьютерах часто, потому что они подключались к телевизору, и у телевизора вот по этим бокам там развертка, ну, довольно кривая, и попытаться вывести там текст какой-то, ну, не имеет смысла, поэтому некая область была, ну, не особо используемая, но вот там бордюр отображали, некая вещь, которая отображает один цвет, просто вот такой вот квадрат, так сказать. Дальше у нас здесь операции NOB, типа, ну, в ассемблере NOB означает, что нету никакой операции, то есть, ну, просто игнорирует, так сказать, компьютер данную команду, но время тратится, естественно, на ее работу. Дальше мы бордюры перекрашиваем в красный цвет. На презентации будет вообще соответствие цветам, так сказать. Можете потом посмотреть, где чего. Сейчас посмотрим. Вот соответствие цветам, как бы, что 0 это у нас черный, 1 там, ну, и все такое. Дальше у нас снова NOB, ничего не делаем. И дальше переходим вот к метке loop, то есть, и бесконечно это будет выполняться, то есть, GR это переход просто, ну, go to, грубо говоря, если кто-то на бейсике программировал, это аналогичная команда. Давайте попробуем запустить. Так, винда сказала какую-то гадость мне. Вот, и вы видите, что таким суперпростейшим кодом мы, в принципе, уже получили бордюрный эффект. То есть, эта область бордюра, она разработчиками задумана, как что-то, что один цвет отображает. А мы довольно быстро меняем значение на бордюре, и таким образом попадаем там за лучом, скорее всего, да, и, в принципе, вот такой вот эффект выходит, довольно прикольный. Еще, еще, еще. Ну, и вот простейший шаблон проекта привожу. Тут со снафайлом, по-моему. Ну, вы можете, опять же, все это скачать, это все компилируется в один клик. Теперь немного расскажу про сам Z80, что это за процессор еще побольше. Z80 имеет, выходит, ну, посмотрите, количество регистров, да, то есть, регистров немного. У нас есть аккумулятор, регистр флагов, с которым мы прям непосредственно не можем взаимодействовать. Есть регистровые пары BC, DE и HL. Регистры в этих регистровых парах могут использоваться именно как один регистр, да, то есть, BC, либо по отдельности, то есть, регистр B и регистр C. Также у Z80, в отличие от Intel 8080, есть специальные индексные регистры. Это индексный регистр X, индексный регистр Y, но надо понимать, что они медленные на самом деле. Довольно часто в демках их игнорируют, потому что они работают через префиксы, и это по времени, ну, больше занимает часто, чем работать с обычными регистрами. Дальше есть регистр StackPointer, то есть, ну, вот Stack, про то, что я говорил. Регистр PC, это, грубо говоря, текущая выполняемая команда, но это как бы внутренний регистр Z80, мы непосредственно с ним взаимодействовать не можем. Также есть вектор прерывания I и регистр регенерации памяти R, который, в принципе, для нашего применения особо не нужен, но его можно использовать как некий генератор случайных чисел. Также у Z80 никогда не документировалось то, что половинки индексных регистров на самом деле доступны как отдельные регистры, то есть вот я внизу здесь подписал. Это, так сказать, недокументированная была возможность, но по сути мы можем использовать половинки 16-битных индексных регистров как 8-битные регистры. Вот тут я немного привел, так сказать, суперпростых команд, чтобы понять ассемблер более-менее. То есть вы можете потом, опять же говорю, скачать эту презентацию, посмотреть, что делают команды. Ну, тут главная команда LD, это загрузка чего-то куда-то, то есть можно в регистр, из регистра загрузить в регистр и непосредственное значение какое-то, в регистровую пару непосредственное значение, загрузить в память по какому-то адресу в какой-то регистровой паре, там, HL, значение из регистра R1, ну, какого-нибудь там, из аккумулятора, например. Дальше идут логические, арифметические операции. Z80 не умеет умножать, не умеет делить, из каких-то таких операций есть плюс-минус, инвертирование битов, сдвиги всякие, и надо как бы жить с этим. Но на самом деле не стоит здесь бояться. Есть сайт ZedExpress, ссылки все будут. И он, в общем-то, на этом сайте представлены подпрограммы, которые позволяют умножать, делить и так далее. Как бы это, ну, не супер большая проблема, на самом деле. В демках довольно часто нет вообще никакого деления там или умножения. Сами команды здесь, ну, есть и сложение, и всего такого. Есть команда Compare, она суперважная, позволяет сравнить аккумулятор с каким-то значением. И дальнейшие команды Jump и все такое, они будут в зависимости от всяких флагов переходить или не переходить на какой-то адрес. То есть, грубо говоря, это часть ИФа. То есть, если вы программируете, да, там, знаете, тему, что ИФ, ЗЕН, там, что-нибудь такое. Вот на уровне процессоров, в принципе, практически любых современных, это реализуется в виде команды Compare. А дальше мы смотрим, какие флаги установились. То есть, там есть флаг, например, 0. То есть, мы сравнили два числа, и если флаг 0 установлен, то мы переходим. Как-то так все это реализуется в реальности. Суперважная команда. Инкремент, декремент. Инкремент увеличивает значение в регистре, декремент уменьшает. Вот тут куча сдвигов у Z80-х много, на самом деле, это хорошо. Говорить про все я не буду, конечно. А здесь привел, так сказать, аналоги из языка C, JavaScript. Ну, любой язык современный, да, где синтаксис похож на C, так сказать. Тут вот про переходы немного. То есть, у нас есть команда jump. Это непосредственный переход по адресу без всяких там условий. Просто мы переходим. То, что вот только что использовали вот в этом бордюрном коде, так сказать. Есть jump с условием. И вот тут я описал условия. У Z80 на самом деле много довольно условий, но не то, чтобы все были нужны. То есть, там часть условий суперстранных. Нам главное, что условия относительно нуля, не нуля. И произошел ли перенос. То есть, если мы отнимаем два числа, перенос переходит. Ну, произошел перенос, значит, какое-то число больше другого. То есть, из отнимаемого. Есть еще команда DJNZ. Это цикл просто. У него, конечно, есть проблема то, что максимум 256 выходит. Повторение может быть. Он работает с регистром B только, к сожалению. Поэтому супер его использовать тоже не получится. Но если мы делаем какие-нибудь Hello World, это тоже нормальная тема. Под программой прерывания. Я сейчас, наверное, подробно не буду рассказывать про прерывания. Но расскажу под программой. Есть возможность Z80 запустить какую-то процедуру, так сказать. Как высокоуровневых языках в какой-то мере. То есть, мы должны просто взять call и какой-то адрес. В ассемблере это выглядит как call метка. А выход из-под программы должен оканчиваться командой red. Причем у Z80 можно делать red по условию. То есть, какое-то условие определенное, там равно не равно нулю. И делаем возврат по этому условию. Конечно же, так сказать, главное, я считаю, в спектруме, это команды D запретить прерывания. И halt. Это ожидать прерывания. Если мы напишем программу, в которой есть dehalt, то Z80 он будет ждать. Ну, сначала мы запретим ему прерывания, да, вот эти раз 50 раз в секунду. А потом halt, скажем, жди прерывания, и спектрум зависнет. Давайте прямо сейчас протестируем даже. Возьмем вот эту нашу программу, которая бордюр рисует. Вот у нас запрещение прерываний. Дальше мы пишем halt просто. Так, halt. Сохраняем и запускаем. Ну, как видите, наш спектрум завис, и даже в эмуляторе есть вот такая вот подсветочка, указывающая то, что все плохо. Порты, вводы, выводы есть. Про них, наверное, подробно тоже не буду рассказывать сильно, но, в общем-то, в презентации будут указаны основные порты, и что с ними делать. Ну, их, по сути, два. Никогда не используйте сокращенный, так сказать, порт FD, используйте вот этот вот замечательный второй. который 16-битный, так сказать, потому что на некоторых клонах, если использовать сокращенный, то все будет сбрасываться, глючить и все такое. Ну, про создание релиза я немного рассказал. Давайте расскажу, что такое вообще TRD, дискета на спектруме. Изначально спектрум – это компьютер, к которому подключается магнитофон, и мы с магнитофона просто считываем. Но если кто слышал, как работают модемы, старые вот эти все истории, как бы, ну, возможно, кто слышал вообще, как спектрум работает. То есть на магнитофон просто записывается какой-то тон, там меняется определенным образом, спектрум это считывает в реальном времени, как бы пока магнитофон крутит, и мы записываем байтики. Но в России был распространен довольно-таки сильно TRDOS, бета-диск интерфейс, так сказать. И это очень хорошо, потому что, по сути, это обыкновенные дискеты. То есть вы можете посмотреть на вот эту фотографию, это вот как раз контролер для спектрума. Тут одной микросхемы не хватает в панельке, это ПЗУшка, видимо. Позволяет использовать обыкновенные дискеты. В принципе, я вот этим летом запускал от M.2 Turbo с обычными 3-дюймовыми дискетами. Ну, в принципе, все окей. Но вообще классика это, конечно, 5-дюймовые дискеты. Объем у дискет таких 640 килобайт выходит. Самое забавное, что бета-диск интерфейс совершенно не был распространен у себя на родине в Англии, а вот в России, потому что у нас клонировали микросхему, которая частью является, так сказать, бета-диск интерфейса. У нас он был супер распространен. Вот интерфейс, так сказать, Тер-доса. Давайте даже его запустим в эмуляторе. Покажу вам что-то такое Тер-дос. Вот интерфейс, так сказать, меню спектрума. Но это такой подредактировано немного. Тер-дос – это, в общем-то, операционная система, чем-то похожая на любую операционную систему с команд-лайн интерфейсом. Ну, конечно, относительно она супер простая, но тут есть команды типа лист, да, вывести какие-то файлы, которые на дискете. В данный момент у нас никакой дискета, образ дискета не подключен, поэтому no-disk пишет. Из утилит еще есть утилита best-to-tap. Она позволяет basic файл, то есть на спектруме там… Если мы хотим сделать красивый релиз, да, с автозапуском, надо загрузчик будет написать какой-то, который из basic будет грузить наш машинный код. И есть замечательная утилита, которая позволяет из какого-то текстового файла, который похож на спектрум basic, так сказать, превратить все это в tab-файл, файл магнитофонной ленты спектрума. Дальше tab-файл мы преобразуем просто в хоббита формат. Это файл как раз tr-dosa. И с помощью tr-toll собираем весь релиз, то есть добавляем файлики. Ну, это все из батника происходит. И суперудобно, в общем-то, примеры будут в репозитории. Так, в качестве редактора графики я рекомендую использовать green pixel. Ну, это, в общем-то, сейчас я его, так сказать, поддерживаю. Суперудобная утилита, позволяющая нарисовать какие-то вещи определенные. Удобно, то есть есть разные режимы, модификации. Есть возможность полутонарисовать с помощью дезертинга. Нормальная штука. Для конвертирования графики тоже самописную утилиту рекомендую использовать. Все это будет выложено. Позволяет просто превратить какую-нибудь png в bin файл. То есть, ну, 1.0, 1.0. Соответственно, черно-белое изображение. Ох, давайте какую-нибудь демку посмотрим. Вот это у нас hello.trd. Совершенно забыл показывать вам какие-то примеры. Опять же, сейчас я забыл ассемблер, поэтому не скажу много. Но все это доступно на гитхабе. На самом деле все очень просто. Скачивайте. Там я все прокомментировал, как вы видите. Я сейчас свои комменты читаю, пытаюсь понять, что здесь. Все супер прокомментировано. И очень легко будет войти в разработку под спектром, я считаю. Потому что у меня не было в свое время таких мануалов. Мы собрали как раз TRD-релиз вот в этом батнике. Давайте его запустим. Вот у нас загрузчик замечательный. Ну, бут, так сказать. Некоторые люди против бутов выступают. Это совершенно неправильно, я считаю. Бут — это часть для меня, в крайней мере, демосцены. Так, давайте его. Вот, посмотрите, какой замечательный бордюрный эффект. И сколько мало потрачено кода, так сказать, на это. Вот, это весь код. Вот, абсолютно весь. И вот такой вот эффект мы получаем. Если не ошибаюсь, сколько там? Так, это hello. А, это был как раз нужный. Я хочу узнать, сколько он байт весит. Но очень мало, я уверен. Смотрите, вот этот весь код, который рисует такой бордюр, да? Он весит всего лишь 24 байта. Понимаете? Это просто 24 символа в мессенджере. И вот такой вот эффект на выходе получается. Ну, я считаю, это очень круто. И код очень простой, понятный. Все, кто хочет попробовать, попробуйте сделать что-то. Можете прямо сейчас на party place сделать, на winter comp, так сказать, invitation какой-нибудь. Я не рассказал про нелинейную структуру экрана у спектрума. Спектрум, в общем-то, ну, интересная платформа, на ней надо страдать. Нельзя без этого, как бы полностью. Сейчас, вот. У нас, ну, обычно сейчас современные платформы как? Там есть фреймбуфер, да, сверху вниз просто пиксели лежат и все. А на спектруме не так, как бы это такая великая платформа. У нас экран поделен на трети. И в каждой из третей там еще на знакоместо поделено все. И адрес выглядит как-то так, вот, прям супер безобразно. И давайте посмотрим код, который просто заполняет, так сказать, память. И как это выглядит на экране. Ну, то есть он линейно заполняет, а на экране это будет выглядеть не линейно, надеюсь. Вот. Такая структура памяти у спектрума. Если кто грузил игры с магнитофона, то, в принципе, заставки видел именно в таком формате, как они подгружаются. Здесь небольшой код, который рисует просто пиксел. То есть я сказал, что память у нас не линейная, и нарисовать пиксел на самом деле супер сложно. Типа это целая супер операция, так сказать. И я открою процедуру, которая рисует пиксел не супер оптимально, но... Да, тут без таблиц, вот если без таблиц сделать, то вот такой вот огромный код. Это тупо, чтобы почку поставить. Потому что структура памяти экран у нас не линейная, это все портит. Пиксельный эффект, давайте посмотрим какой-нибудь. Самый простейший. Здесь у нас в четыре, по-моему, слоя мы просто инкрементируем значение пиксела по горизонтали, то есть сдвигаем пиксел какой-либо. Тут у нас четыре слоя, и смотрите, какой замечательный параллакс выходит. И все это весит всего лишь 348 байт. Код супер прокомментирован весь. Если кто хочет попробовать, может попробовать, и возможно выйдет демку написать. Так. Тут тот же самый эффект, в принципе, только я добавил цвета, и выходит прям супер снег. Я вот этот эффект делал для Winter CC, думал, будет снег, будем здесь как бы все это, но... А, вот снег есть только на экране теперь. Здесь тоже, по-моему, четыре слои, типа того. Но здесь какая-то более хитрая алгоритм я использовал для сдвига явно. Выглядит довольно красиво, но какой я не помню. Давайте посмотрим Assembler. Опять же, код весь прокомментирован. Кто хочет, так сказать, войти в разработку этот конструктором, ну... Я думаю, это лучший способ будет. Просто на GitHub всегда загрузить и в один клик собирать релизы. А, все, вспомнил. Здесь мы просто часть точек в плюс, часть точек в минус идем. Окей. Давайте изображение нарисуем с учетом, опять же, нелинейной структуры памяти. Есть замечательная такая процедура, называется... Называется... DownQL. Вот она. Она позволяет просто спуститься на строчку ниже, если речь идет про адрес на экране. То есть спектру нелинейной раскладки. Поэтому мы не можем просто прибавить 256 байта, да, ой, сколько, 32 байта, да, и спуститься на строчку ниже. Мы должны использовать данную процедуру. И само рисование изображения супер простое. Вот как раз я использую утилиту, про которую я говорил, да, мы просто конвертируем PNG-шку в bin-файл. Дальше в Assembler мы все эти файлики подключаем и просто копируем командой, скорее всего, какой-нибудь LDR. В общем и целом это позволяет вывести какое-то изображение на экран. Ну и последнее. Все-таки доклад изначально был, что там про какие-то эффекты и то, как все это делать. Эффекты здесь тоже будут все выложены. Есть эффект огня, супер классика просто, жанра на спектруме тоже. Эффект огня заключается в том, что он у имитации огня. На спектруме есть вот такие атрибуты 8 на 8 и их лучше всего использовать для эффекта огня. Это просто удобно. Давайте посмотрим на замечательный эффект огня. На бордюре вы видите наш флаг, так сказать, российский. Это просто я тайминги замерял. Это удобно, потому что у нас бордюр, грубо говоря, как раз один фрейм. Он рисуется сверху вниз. И выводя какие-то цвета на него, мы можем примерно понимать, сколько времени у нас склод занимается определенный. Последнее, что сказать могу, это то, что музыку можем подключать вообще к нашим демкам. Опять же, все будет выложено. Есть замечательный редактор музыки Vortex, трекер. У него мы можем загрузить какую-то музыку спектрумовскую. Есть сайт под названием zxart.net, по-моему. Там выложена куча-куча родной музыки. Но просто так брать, наверное, не стоит. Все авторы будут рады вам музыку для демки сделать. В общем-то, без проблем. У него мы загружаем какую-то музыку. Давайте посмотрим. Звук не слышен, к сожалению. Почему-то не слышен. Ну, тут музыка играет. Не-не, нормально заграла. Не-не, все нормально. А вот у нас некий модуль. Мы хотим его присоединить к нашей демке. Мы заходим в файл. Здесь есть экспорт. И вот сохраняем со спектрумовским плеером. То есть это, ну, вот такое эксплуатирование, оно сохраняет данных самого трека, так сказать. И плеер, который умеет играть это все дело. Ну, и займет где-то, ну, 16 килобайт из них того. Ну, такое среднее значение, наверное, будет. То есть и в следующие вот демки, опять же, исходники все выложены. Я подключаю плеер. Там все просто. Мы просто должны в прерывании вызвать раз прерывание плеер. Давайте посмотрим вход. Где-то здесь это происходит. Так, вот текст отрисовываем. Вот мы и настраиваем прерывание. Ну да, мы настроили прерывание, а непосредственно прерывание, вызывающее плеер. Ну, то есть по прерыванию вот этот код выполняется. Мы сохраняем все регистры. Это важно, потому что плееры, они обычно все регистры используются. И работают, так сказать. Мы сохраняем регистры, вызываем плеер, который переставляет какие-то регистры у AY. И, соответственно, меняется тон, меняются какие-то эффекты огибающие. Дальше прерывание. Ну, код выполняется и все обратное. Регистры просто восстанавливаем, да, и все, в общем-то. Давайте посмотрим, так сказать, на пример. Вот это как раз на Inventation. Вот это вот CC-Rinder. Простейшая демка. Здесь используется гигаскрин, то есть, вы видите, не знаю, ну да, у нас видно, в принципе, то, что какие-то не спектромовские цвета, где вот этот хэллоу написано. А это за счет того, что мы быстро переключаем экраны, 50-50 секунду. Оу. Это было супер жестко. Мы переключаем экраны, просто 50-50 секунду и создаются другими какими-то цветами и создается иллюзия просто среднего цвета. Прекратительно, летний цвет. Ну вот, посылу, это Inventation такой. Ну, я, в общем-то, все рассказал. Лучше какие-то вопросы задавайте на самом деле. Это будет такой. Супер. А, вот, еще последнее я хочу сказать. Если вы захотели реальный спектром достать какой-то, самый простой вариант сейчас это купить ZX Evolution. Это будет некая плата, которую можно установить, в принципе, в обычный пятичный корпус. И, я думаю, это не спектром начнется. Но это не главное. Мы эту плату можем установить в любой пятичный корпус, в общем-то, включить VJ Monitor, клавиатуру без пополам и в логике. И, главное, CD-карту. И суперкомфортно использовать, в общем-то, данное дело для просмотра демок над спектрами. Ну, и, соответственно, тестирование своих видов, как и будем писать. Я также выложил некоторую литературу по Z80. Все это в репозиториях тоже есть. Ссылки на всякие замечательные вещи, касающиеся спектрума. Конечно же, это команды, математика определенная, сдвиги, статьи, в принципе, всякие. И сорта демок вот на House Constructions-овском репозитории тоже имеются теперь. Есть русскоязычные сообщества, это Hype, ZX-BK.ru, ZX-Art.ee. Есть телеграм-каналы определенные, но даже не знаю, что про телеграм-каналы сказать. Они иногда токсичны, кроме чекам, мне кажется. Мои контакты вот здесь отображены. Скачать все это дело вы можете по ссылке внизу. Вот этот красный прямоугольник. Там все, в принципе, в один клик компилируется. Это замечательно. Ну и, в общем-то, все. Если у вас есть вопросы, можете задать. Вопросы, вопросы. Ну, у меня на самом деле есть вопрос. Так а как же? Анимацию-то можно? Не хочу этот холивар начинать снова, на самом деле. Можно, но вся демка не должна состоять. Ну, сколько процентов нормально? Я считаю, 50 нормально. 50 процентов. Ну, это, конечно, многовато. Я бы 30, но 50, окей. Спасибо. Спасибо, Петр. Петр нам рассказывает, на самом деле, вместо ТМК, который должен был приехать, но, к сожалению, обстоятельства, оказались сильнее. Спасибо большое, Петр. Через полчаса будет показ Invitation графики и проигрывание Invitation музыки. Спасибо. Спасибо.